Господа, я всех категорически приветствую. Погода в Санкт-Петербурге офигительная, светит солнышко, ветра практически нет. И сегодня у нас есть несколько целей. Первая цель, нам нужно продолжить проект. Поскольку было голосование и мы выбрали следующий автомобиль, это Audi 80, бочка, мы отправляемся ее искать. Я одну нашел в Великом Новгороде, но лукавить не буду, Тимур Дмитриевич настроен очень скептически. Он все время мне говорит, что это все металлолом, Георгий Александрович, не надо брать, даже нет смысла ехать, смотреть, потому что все эти тачки уже сгнили. И как он любит говорить, их уже в овраге лошадь доедает. Но мы не сдаемся. Конечно же, скорее всего, все будет через задницу, но перед этим я хочу вам поведать одну историю, чтобы вы понимали. Дело в том, что в Петербурге есть сеть шиномонтажей, называется Мастер Шин. И там работает Вадим. И мы уже сколько лет приезжаем вот туда на космонавтов, и ни разу еще в жизни Вадик не взял с нас денег за шиномонтаж. А колеса 21, 19 и так далее, и так далее. Сезонные, несезонные, и заделывание дырок, проколов, и все в таком духе. Заправка кондеев и так далее. Это наш подписчик. Он ни разу не взял с нас денег. И мы как-то разговаривали, у него японская машина, как бы это ни прозвучало, он ее тюнингует, и он хочет сделать себе хороший выхлоп. Но хороший выхлоп стоит достаточно дорого. И у него жена, дочка, короче, он хороший семянин и так далее. И мы решили сделать ему подгон. Мы сейчас его возьмем, он как раз после ночной смены. Шиномонтаж работает 24 часа. Отвезем его к дяде Диме в выхлопград. Пока они делают выхлоп, мы отправимся в Великий Новгород. Надеюсь, что приобретем Audi, вернемся и посмотрим на результат. Я надеюсь, что Вадику будет приятно. Как-то так. Делай добрые дела, и все возвращается. Короче, это серия под эгидой добрых дел. Заодно посмотрим, как нас попытаются подобмануть продавцы автомобилей. Смотрите серию телепередачи «Спокойной ночи, мужики» начинается. Ничего себе серия про Audi начинается. Значит, там на парковке что-то происходит. Так, Вадик, а тачка где? Ага. Здрасте. Я вас категорически приветствую. Ну, как ночь? Нормально. Пар машинок было, но в целом жив, здоров, нормально. В общем, ты бодр? Да, бодр. Готов. Тогда берем эту замечательную Тойоту и едем в выхлопград. Что здесь такое? Какой кошмар! Это жесток! Ну, что делать? Чем богаты, тому и рады. Все, Вадик, ты закончил, да? Все уже работает? Да, я все тут готов. Тогда поехали. 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 Переодеваемся. Поехали. Батька, чем помочь? А нет, командир, а что сходил? Не, просто, может, что-то надо там? ВД-шку, еще что, нет? У меня внук, он, блядь, парень, смотри, блядь, закончил академию. Все, батька, вопросов нет. Люди, любите внуков, они отомстят вашим детям. А вы что, колодки? Нет, резину меняю. А, резину? У меня одну, блядь, это, два колеса, у меня гараж на решетниках, где есть КК. И что, отработали колеса? Гараж три, блядь, срезали, блядь, с петли, блядь, два гаража. Представляешь, позапрошлый год, нахуй, колеса были новые, спиздили колеса с дисками, нахуй. Ну, это конченые люди. Блядь, ну, это же, блядь, два гаража срезать петли, блядь, но это уму непостижимо, да? Такие дела, блядь, вот какие воры у нас, нахуй, охуенные. Не, ну, это слишком сильно. Все, береги деда, брат. Спасибо. Ну, что закончены люди, которые вот воруют, знаете, петли срезают? Ну, зачем? Кому это надо? Твари просто, просто твари. Так, ну что, дед переобуется? Дед переобуется, дед уже в работе. Ты же закончил смену, поехали. Поехали, да я так поеду, а что бы. Поехали так. Не, перед дядей медимый, брат, не надо красоваться себе. Перед дядей медимый, точно. Да, я думаю. Помчали. Ну, здесь все, как всегда. Стиль GDM. Как говорится, дай до отсечки, покажи мощь. Все, хватит, хватит, хватит. Я понял, да, это не BMW, все, я понял. Дядя Дима приехал, все приехали. Сейчас будем заниматься кастомайзингом. Mark II, 110-й кузов, как пел Макс Тацура. Большой ему привет, тысячу лет его не видел. Несмотря на то, что это не BMW, все равно редуктор потеет так. Короче, наша задача весь этот стоковый выхлоп дезавуировать и поставить нормальный выхлоп, достойный второго марка. Дмитрий Валентинович, как съездили на свадьбу? Слава богу, все хорошо, прекрасно. Прекрасно, это замечательно. Гулять не работать. То да, может не будем выхлоп делать. Нет, надо, надо. Это же целый день. Здесь? Да. Да. Благодарю вас. Я через какое-то время вас покину, потому что у нас... Да, мы все через какое-то время покинем. Ну что ж ты мелешь-то? Ты не об этом? Что ты несешь? Я вообще не об этом. Это очевидно. Но давайте еще побарахтаемся. Я к тому, что нам как бы надо еще сегодня приобрести Ауди нашим очевидным зрителям, подписчикам. Уже есть на примере? Я нашел в Великом Новгороде такая пушка-гонка. Да, конечно, что делать. Конечно, что делать. Ох ты, бешеные собаки. А потом вернемся, да, и как раз выхлоп уже готов. Ну, не ладно, не важно. Так, Дмитрий Валентинович. А тут уже практически мы начали разбор. Ну, короче. Я думаю, что сейчас мы все это аккуратно разберем, потому что все-таки Вадя когда-нибудь постареет и скажет, где мой замечательный выхлоп? Нежный, тихий, мягкий, на Тойота Марк 2. Не, я... Поставишь стоковый капот. Стоковый капот поставлю обязательно. А с выхлопом, надеюсь, не придется. Если он не будет мне кричать, прям давить на уши, то он будет ездить у меня тут, пока я не владею. Понеслось. Дмитрий Валентинович, как говорится, правьте бал. Ну, тут без гековерта никуда. А ничего себе, так тут когтистая рука тюнинга добралась и до рычагов. Ничего себе. А они даже на ШАЭСках. А тебе нормально на них ездить? Нормально. Я сейчас перед вероанфетики поставил. А, да? Японцы делают одна вещь. Нет, жестковато, конечно, но удобно на скорости. На скорости, в угле, когда бачком едешь, прям комфортненько, конечно. Не очень. Дядь Дим, вот смотри, на тебя я понимаю, тебе пора в дрифт. Мне пора в отпуске. Ты же уже со свадьбы приехал, соберись. И что, вот после этого и в отпуск. А, видите, храмка. Подожди, а вот раз тюнинг, ароматизаторы вижу тюнинг. А верхний рычаги сток, да? Так, а тут-то что? Верхний сток, верхний сзади тюнячий стоит. Верхний сзади тюнячий стоит? Сзади с дополнительной регулировкой. Етить колотить. Слушай, ну это для развала, я так понимаю, да? А спереди для кастера? Угу. И сколько? Я минус два делаю развал, кастер тоже на два градуса вперед колеса подал. А здесь заварка? А здесь заварка. Электродуговая блокировка. Дмитрий Валентинович, как дела? Ой, пригдастно. Пригдастно? Пригдастно. Пригдастно? То есть нам сейчас надо вот эту чугуневую штуку подоткрутив и прикрутить нержавеющую штуку. Это прекрасно. И причем все откручивается. Еще ни одного болтика не сломали. Тойота. Ну, неплохо. Коль скоро старый выхлоп демонтирован, я, с вашего позволения, отчалю Великий Новгород, чтобы купить Ауди. Но я вернусь. Я вернусь очень быстро. Дядя Дим, ты даже не успеешь моргнуть. С сувенирами. Да. Хорошо. Ссылочки на выхлопград будут в описании. Там уже Тимур Дмитриевич готов, Юрий Павлович готов. Едем в Великий. Купим тачку вообще. Если на ней приеду, будет вообще бомба. Все, господа, не прощаемся. Вечером заеду. Эвакуатор в помощь? Да подожди, какую эвакуатор? Соберись ты, что ты. Не каркай. Все, господа, до вечера. Давай. Помчали. Так, господа. Смотри, что у меня есть. Что у тебя есть? Перчатки. Дочка. Это Юрий Павлович. Этим все сказано. Господа, так или иначе, нас ждет прекрасное путешествие, поэтому я думаю, что нам нужно обязательно взять набор юного роуткильщика, потому что мы едем покупать Ауди. И без этого нам, на самом деле, сейчас просто никуда. А будем брать аккумулятор на всякий случай? У нас есть бустер. Аккумулятор? У нас есть бустер. И аккумулятор. Ну хорошо, бери аккумулятор. Тогда будем брать с собой? Павлович, если ты платишь, да. Так, Тигр, ты как юный роуткильщик, неси компрессор. Спасибо. Смысл в чем, господа? Значит, поскольку... Волосинка. Поскольку наши замечательные подписчики, когда мы проводили голосование в Телеграм-канале, сказали, что, Георгий Александрович, мы разделяем твое мнение, это будет Ауди. Поэтому лучшее, что мы сейчас могли найти, это Ауди в Великом Новгороде, черный дизель универсал. Экономичный до безумия. Это лучшее состояние, которое я смог найти в европейской части нашей необъятной родины. Потому что, когда мы отдавали в Родстер, ездили в Архангельск, там была еще одна в Кирове. Просто девочка. Но, к сожалению, она была продана. Мы не успели. Поэтому едем сейчас в Великий Новгород. Антенну будем ставить? Да, антенну будем ставить. Но не сейчас, мы сейчас по М-11 пойдем. Обратно пойдем не по М-11. Поэтому рацию я все-таки хотя бы на Ауди бы взял. Обязательно. Так. Так. Рация. Бошки. А это куда? А зачем нам рация? Это, по идее, на багажнике. Вот когда мы встанем на трассе, вы встанете на трассе. Ну, у тебя БМВ, ты тоже можешь. И у нас не будет связи. И все, что мы можем сделать, включать в рацию, помогите! 21 век, телефоны. Дайте сказать, что связи может не быть. А тебе никто не говорит, что мы обратно пойдем по М-11. И на всякий случай набор инструмента. А, у Тимура Дмитриевича же есть, зачем брать? Ну, в принципе, по большому счету все. Так, масло взяли, инструмент взяли, все взяли, рацию взяли. Антифриз, я думаю, надо с собой взять. Антифриз. Антифриз надо с собой взять. О, у нас же есть антифриз. У нас все есть, Тимур Дмитриевич, будьте любезны. Масло у нас есть. Масло у нас есть. Топливо нам не пригодится. Тормозную жидкость. Тормозную жидкость я взял. Так, здесь что? Ну, тут как бы кастрюлька не нужна. Здесь все больше нам ничего не нужно. Провода не нужны. Провода не нужны, бустер есть. Что? Пососи же возьми. Пожалуйста. Благодарю. Двигатель от запорожца. Брать не будем. Слушай, я стесняюсь спросить, что там за Audi такая? Что мы вот это все берем с собой? И вот это тем более. Я стесняюсь спросить, что сейчас за BMW такое? Потому что мы сейчас поедем по М11, и нам вот эта антенна сейчас нафиг не нужна. Ты только что сказал, что тебе нужна эта... Сказал на обратной дороге. Не могу понять, откуда такой скепсис. Вот что? Ну, мне не нравится старая Audi 80-ка. Мне тоже. Слушайте, вы у меня сейчас собрались двое, понимаете, с Дальнего Востока. Один праворукий и второй. Ну, тот ты мутировал хотя бы. Но наши зрители в нашем телеграм-канале, если кому интересно, ссылочка будет в описании, можно посмотреть. Мы устроили голосование, по-моему, чуть ли не 53% проголосовали именно за Audi 80. Потому что мы, как жители европейской части, и вот для меня эта машина, это легенда, это воспоминания. Я когда-то очень хотел, я хочу закрыть этот вопрос. И, видимо, наши зрители тоже хотят закрыть этот вопрос. И давайте спустимся на землю. Откуда вы все эти дорогие тачки туда-сюда? Простые, экономичные, надежные, которые не сломаются никогда. Ремонтопригодные. Как деоцинкованный кузов, которые не гниют, как ваши японцы. Ну, это Марк 2, значит. Тебе сколько лет, мальчик? Я про другое. Хорошо бы денег на транспондер положил, уже спасибо. Короче, я не знаю. Все. Голосование есть, зрители выбрали. Я счастлив. Едем туда. Если нам повезет, эта тачка... Если эта тачка офигенная, мы ее обязательно покупаем. Обязательно. И 1 декабря, то есть в первый день зимы, для наших подписчиков на бусте мы устраиваем еще один конкурс и кому-то эту аудио дадим. А летом поездим на ней, подчиним все. Но это пока тяжело сейчас забегать. Может, мы еще и не купим. Вдруг она металлолом. Наверняка. Наверняка она металлолом. Скорее всего, да. Я так тоже думаю. Ты тоже так думаешь? Наверное. Да идти-то, кусать, царапать. Ёлки-иголки. Все могу понять. Но режиссер младший. Тигр, мы с тобой потом поговорим. Ему тоже Марк 2 нравится. Ты за какие машины? Немецкие или японские? Не знаю. Из-за ТИЗАТИ. Он такой. И нашим, и вашим. Он за новые машины. Политкорректно. Он за новые машины. Да-да-да. Ну, это же следующее поколение. А он уже не знает, что такое Audi-бочка. И не узнает. Не узнает, что такое BMEI 34. Поэтому надо прививать эту культуру. На-да. В конце концов, это автомобильная история. Ну, не наш. Нет, это как раз наша. Ваша. А ваша что? Вот это праворукая и все? Да. Да. Ну, это моя молодость. Есть, что вспомнить. А Audi это моя молодость. Поэтому все. Купите сами себе по тачке и рассуждайте. Сейчас как бы кто платит, тот и заказывает музыку. А в данном случае это наши подписчики и я. Все. Вперед. Не превышаем. Не превышаем. Господа, и пока наши приключения стихийно продолжаются, давайте заглянем на автоспот.ру. Ведь только тут собраны лучшие предложения вашего города на новые автомобили от официальных дилеров. Сейчас, как вы знаете, очень многие покупают китайские автомобили. Вот давайте на них и взглянем. Вот, допустим, на Джили Кул Рэй скидка при покупке за наличные 50 тысяч рублей. А если кредит или трейд-ин, то экономия еще больше. Точно такая же ситуация обстоит и с Черри. Амода и Хавал. А еще, если вы живете в Москве и есть время съесть в другой город, то можно найти предложение еще интересней. Допустим, из Москвы сгонять в Питер. Для этого меняем город в углу сайта и ищем предложение уже другого города. Кстати, скидки порой отличаются на 50 или даже 100 тысяч рублей. Поэтому, если у вас есть в планах купить новый автомобиль выгодно, то ссылочка на автоспот.ру будет в описании. Обязательно заходите и пользуйтесь. А мы продолжаем наши приключения. Да, вот это дилер Лада, а вот это вот автоярмарка московская. На секундочку, нам сюда. Сто пудового на фотографиях оно. Нам вот и где-то здесь. А вон и наш УДОС с открытым капотом. К нему почему-то провода идут. Пусть редко. Аккумуляторный батареи. Там плохой аккумулятор, думаешь? Ну, иначе зачем к нему провода? Логично. Заезжайте. Давайте. По-богатому. Так, 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 давай, давай. Вперед, вперед, Тимон Дмитриевич. Вперед, не видишь ничего. Ну, смотрите, какая девочка. Иф, иф, иф. Давай автоподборщика. О! Самая тонкая. Самая тонкая? Потому что все остальные красные. господа слушайте нет ну в принципе что я могу сказать по большому счету автомобиль то надежный по большому счету тут как бы есть нюансы ну понимаете на фотках выглядело красиво я вот лукавить не буду на фотках реально выглядел красиво здесь наверно все понятно здесь в принципе тоже на все понятно салону салон на самом деле не проблемы сал салон мы бы сделали сделали крепление потолка на иголку ребята вот для очистки совести смотри тебе в рамках скилла будет полезно вот сюда потык и понимаешь что пройдут годы ты глазами научишься понимать вот сколько здесь смотри здесь такой сейчас будет барельеф арки еще потыкой это важно не за двери и все дела рынка перен петерин и я вот на самом деле друзья не знаю юрий павлович что ты думаешь да может еще посмотрим но это стандартно привыкли стать на колени перед автомобилем так багажник но это мелочи упала что ты же у тебя запчасти есть огонь да тут чё здравствуй те вот так вот единственная радость которая происходит что у нас есть все-таки на бусте секретный чат и антоха который все время путешествует приехал гораздо раньше спалил информацию чуть не сказал что гвозди это надо видеть согласен дорогой друг согласен ну что давайте попробуем запустить во всяком случае почему бы нет а я на самом деле уже был очень сильно возбужден во всяком случае совершенно не зря что мы взяли набор юного роткильщика ребята ребята нам нужно ауди же на конкурс нормально печка включилась печка включилась и не выключается вообще ну ладно так нам нужен бустер тимур меч нам нужен бустер хорошо что мы его взяли а что там могу дело под капотом а там постоянный привод вентиляторов и зажигание делаешь они сразу это мило бардачок на это важно согласитесь рама здесь нет рама от несущий кузов у нас тут нюансы выяснилось надо что-то лизнуть и потереть поскольку мы тачку не берем сейчас пока еще мы показывать не будем что-то лизнуть потереть ну и тит твою мать ты представляешь какая техника помпа на красном герметике там надо просто ключом немножко пошевелить я попробую это сделать а ты прям сразу все принес мы в последнее время вообще ни на что не рассчитываем товарищи так я попробую сам горит bs но это не страшно гор что у нас осталось сцепление да 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 так так и есть не просто интересно так сейчас я попробую это сделать ну-ка давать товарищи че никак сейчас подожди здесь надо можно только папу слушать не знаю так как можно будьте любезны пожалуйста ну да как всегда вовремя кто-то звонит но мы еще занимаемся гораздо более важными делами поэтому звонок пока отложим можно вопрос да а вот реально 300 тысяч 330 я извиняюсь тысяч рублей да да ну мы с вами без камеры думаю да скоро договориться давайте на зумим сидит может здесь куда я пожалуй огло сейчас надо . джиной это кнопка найдена да 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 не для закрой уши противогонки дисплей с дельфинами космос кенвуд с культом и всеми делами флешками хорошо так вези меня мальчик водочки на принеси мы домой летим нет мальчик без наводочки мы никуда не поедем вот ну его на перенесем все на завтра сегодня такого не надо брать кожаный да я обратил внимание натуральные на секундочку абсолютно ради внимания вот эту же искали еще ходил да скорее всего это шов от сапога или от куртки ну любой минус здесь маловероятно потому что надпись хук или тут вряд ли стакал здесь на удюшные ты мой герой ну но это та дверь которая была поменена да мне нравится знаешь что смотри что и музыку сейчас нагрузим вообще сабвуфика не а где кстати багажник открывать тоже все спрятано а тигр как тебе как бы молодого поколения смотри кондёр все зарядочка 14 2 аккумулятору правда карантину ничего страшного на этот запах евро минус 4 я попробую ну просто интересно придет под открыть почему нет у нас все получится отломать ни в коем случае ничего не отломает нельзя сломать то что уже сломаны нас есть запаска все дальше можно не смотреть все все не продолжаем она естественно пустая до заклеечками умеете продавать тачки умеете наклейка даже в свое время на авторынке на энергетику все конченые ведра так подходит ты посмотри братан какие лонжероны мотай на ус я могу сказать что все таки дизеля в современном мире шагнули очень далеко вот мы сейчас стоим рядом и мне хочется чтобы ты отошел оттуда потому что надо беречь подрастающих поколений палыча уже ничего не страшно ты мне говорил что она живая мы не сказали что она живая скорее всего там мусор так хватит ныть подписчики проголосовали на науди бочку на где же мы ее найдем в нормальном состоянии но не бывают таких а вот секретном чате уже скидывают где антоха езжайте гриц кабаристан а тут недалеко да принципе нет половину муж проект надо забрать набор юного ротфильщика не пригодилось а может быть а палыч а и благодарю вас может быть я блин вопрос на самом деле господа спуститесь пожалуйста в комментарии если ничего лучшего не найдем возможно придется вернуться этим автомобилем я нашел лучше что ты нашел прицеп нет по что дальше что дальше следующую стоянку а лада да нет уже все прошло лучше проехала машина лучше было а проехала да но тем не менее спасибо пацанам они угостили нас кофе поэтому будете великом новгороде приезжайте стоянка здесь не только менталлом есть нормальные автомобили их много да надо полирнуть давно уже пора правой стопарь короче смотрите в чем ситуация а я же всегда говорю что посады антох ты поехал а тогда все тогда за вами не прощаемся мы едем тут я нашел дилера в интернете и там у них страшно сказать аж три пассата пристегнись рукой на тебя машина ругается пассаты какие бы 3 лучшие в мире машина значит хорошую машину надо брать я на такой ездил 1 8 конечно авторубеж будьте любезны у меня шестичная забита поэтому сегодня на ваш 1 на моем лучше великом новгорь почему ты начинаешь ныть потому что я хочу шашлыка хорошего ты мне таскаешь по этим простите меня послушай вот это сейчас очень зря ты говоришь потому что сейчас все скажут вот мечтал и послал брюзгой потому что даже антоха наш подписчика секретного чата приехал посмотреть и мы сейчас едем еще смотреть машины мы сюда ехали тоже в восхищении твоем то есть как что мы едем к лучшему в мире автомобиле и что и не фортанула фортанула вышла а сейчас мы едем к еще более лучшим автомобиле так полагаю все должно фортануть давай пить ему напишите комментарии фортанет час или нет одна минута это неважно а хотя может быть алиса что-то знает короче реально здесь какой-то дилеры где прям посадите пачками стоят универсал сейчас хотя бы три штуки посмотрим надеюсь там сюда куда-то сюда весь ваш скепсис на самом деле надо присылать хорошую энергию в космос и тогда будет вести а ты сидишь негатив после ты еще тоже из негатив посылает зачем нам это нужно я молчу да вот ты так молчишь как будто негатив посылаешь ну и что и где тут дилер где садим круг маловероятно автору без мне кажется это наш стиль вот действительно наш стиль обратите внимание флот sound привет mitsubishi нет это безнадежно гольфик сразу безнадежно hyundai и вот искомый посад 11 2 3 где ты еще у вас был а вот это 3 а вон 3 3 так раз ты посмотри но почти гель слушайте но я что могу сказать ничего страшного одерни капот тимур дмитриевич здесь просто видишь аудио подготовка так здесь понятно здесь понятно тут действительно все не ждать игре это идеальное место для посадов вам привет ты из салона московский что ты не имеешь открывать капот тут у вас тут нет ручки капота ну ничего страшного она физически отсутствует как класс есть очень большая проблема знаешь какая я на самом деле к нашим подписчикам отношусь с уважением закрывать дверь пошли все противогонку нашел да ты лучший пойдем вот тут тут понимаешь тут нет ручки капота в принципе да я понял дождик ну вот же еще да 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 я понял нам надо расширять бюджет но мы вот так на самом деле уже ручка нет здесь о 3 была объявить да ладно надо подумать ну есть и хорошие новости это из нашего секретного чата палыч у нифига себе да да все едем в магазин а потом все слышно да 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 знаешь что это значит палыч она сушеная подожди это дверь это рыба и я тебе его подбросил да 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 юрий павлович сейчас салоне как откроем и как начнем гене не господа прежде всего всем приятного аппетита благодарю павлович за это заплатил я могу сказать следующее короче я на самом деле вошел в раж наверное это плохо ну реально верно плохо потому что стандачка вопросы решать не надо но пока мы автомобиль не купим эта серия не закончится я кое-что присмотрел в москве вы кушайте кушайте лучок это полезно вам сейчас витамины нужны ам ам давай ложечку за герой саныча ложечку за юрий павловича кое-что это что в общем а мы сейчас покушаем и будем предпринять шаги действия ну прям во мне кровь кипит а ты можешь буквами сказать что ты присмотрел буквами буквы латинские ваше предположение в комментарии я пока ему не скажу он просто сейчас я там в углу стоял гуглил вот на меня все время орал поэтому я щас и буквы принципиально не скажу лада душнила у тебя есть друг душнила у меня тоже ну что я могу сказать прошло совсем немножко времени но вернее уже прилично времени так сказать мы вернулись петербург по стандартной схеме и выяснилось что лучшая audi и лучший volkswagen это бэха 46 кузов значит это володя все как в анекдоте не нужна тебе волочка такая машина на секундочку это универсал так или иначе топ жир кожа рожи стеклоподъемники телефон мафан правда android все дела дорого-богато салон я честно говоря этого не знал но есть одна штука которая меня прям искренне возбудила палыч смотри шпак опачки вот это вообще круто и я думаю что мы эту тачку берем но у нее есть несколько нюансов дело в том что когда володю покупал по стандартной технологии тебя что наебали тебя кинули володя как школьника тебя кинули по той простой причине что автомобиль по технике несколько неудовлетворителен а теперь внимание теперь глаголами на это не здесь я видел на колодке это меньше из наших проблем так что у нас здесь скоба но отсутствует но ничего страшного это меньше из наших проблем помимо прочего есть нюансы какие но безусловно поскольку мы с боеведом ну да ты вообще насрять мы все починим тем более у нас есть как минимум до 1 декабря еще кучу месяцев которые мы посвятим ремонт этого прекрасного автомобиля bmw и заметь он какой как просто как девочка витвис хорошо ну такая потасканная я бы сказал ну чё началось то она блин прекрасно тут и шаболды но так или иначе но это бэх ой во всяком случае мне очень комфортно сидеть опять же кожа рожи все дела запускаем двигатель без преувеличения могу сказать что мафан гуру кранты гуры нет гур мертв и еще у нас карабас уходит в аварию когда нагревается и едет только на 3 передачи zf все как полагается ну то ерунда единственное что главный тест на бмв я сейчас выйду вы пожалуйста присядьте в автомобиль и чуть-чуть погазуйте сначала чуть-чуть потом побольше мы посмотрим какое количество дыма выйдет из этого славного двигателя внутреннего возгорания славного семейства m54 джин один из моих самых любимых моторов будьте любезны парке так тимур меч газ ну еще еще и сильнее чего нельзя сказать о коробке загадал желание один не вылез нет да по большому счету мне все нравится володя пушку берем конечно это же android я смотри да подожди ты не газуй господи мальчик камеры заднего вида есть да и знаешь что самое интересное она есть почти как в тойоте avalon как бы это не прозвучало не слушай палыч волос поскольку эта тачка не на тебе я предлагаю завтра посетить моего если инспектора дадут добро мы эту тачку у тебя берем договорились договорились теперь с нашими очаровательными зрителями есть несколько нюансов первое смотрите мы научены правилами прошедшего конкурса как мы будем делать нынче сразу говорю в первый день зимы что вы там делаете ангельские глазки покажи о вообще красота бомба не 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 это круто так вот в первый день зимы 1 декабря кому-то из вас кто подписан на бусте я еще раз подчеркиваю подписан как определить там есть два типа первый вы подписчик 2 наблюдатель подписчики видят все посты наблюдатели не видят ничего более того по итогам прошлого конкурса у нас было какое-то количество халявщиков которые подписались буквально в последние дни потом отписались поэтому в конкурсе 1 декабря будут участвовать только те кто подписан не меньше двух месяцев проверяется это очень просто когда я буду сгружать базу все будет четко видно я просто сделаю выборку подписчиков которые подписаны более двух месяцев и если вы подписаны мере менее двух месяцев или отписались а потом подписались естественно система автоматически вас из этой базы 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 выкинет тут уж я не могу ничего сделать в этом я не властен виска муфта здесь все хорошо м54 гидриками не стучит это прекрасно бур мертв практически не крутится а дальше что дальше немножко плат масок немножко техники тормоза коробка петки почистить салон кожаный тимур дмитриевич а удобненький такой ничего не сломано ничего не поломано безусловно грязно но это не страшно это все мы от моем и очистим но это крутяк мне нравится и я не знаю почему но мне исключительно все нравится даже есть собака для юрия павловича для собаки если релага будет неадекватном состоянии или вырежда вот такой не бывает но нет не бывает конечно это да можно сложить до длинномеры возить твою же мы его починим еще летом поездим конечно надо же все оттестить волотя можно еще один вопрос на который я не смог ответить объясни пожалуйста во зачем у здесь 3 мускай лентой вот так вот вот так вот обклеена то есть как бы ну просто зачем то есть она ничего не держит красиво ли попы что такая пыль какая пыль здесь не пройдет которая прилипла во время заклейки но я не знаю и это причем на всех дверях вот так вот обклеена такой red line да короче чувак просто где-то спер 3м ского скотча дорогущего и некуда было его девать так а лючок тут все понятно ночью вполне себе да да господа это аварийка или поворотник работает все позади что почему не горит здесь что в светодиод или что там ошибка на приборке здесь лампочка нет даже эти лампочки не загорались ни в каких условиях задняя загоралась насколько я видел но это против туманки по моему насколько я помню ну ладно палыч ну что японцы или немцы японцы а если бэха вот такая же но праворукая японцы а если бэха такая же праворукая на топе японцы а если и пошка вот такая же праворукая но комплектация вообще дно сделаем нормально японцы так сделай на бэхе нормально и будут немцы конечно это 46 все волос договорились завтра встречаемся в мрэу договор очень рад у него ты не очень рад что ее купил да на самом деле за этот месяц мне очень много эмоций подарила ты едешь мы просто все смотрят даже не то чтобы все смотрят в салоне сидишь все настолько монументальное крутое кожа и просто меня что больше всего коробит то что я вложился и сейчас еще вот автомат получается как бы плен это бэмэ брат это бэмэ ты начал этот нелегкий путь бери следующую тачку там будет тоже самое просто как вы сейчас уже нет ничего вкладывать ну ничего страшного это нет мы договорились короче и до завтра господа настроение мое резко улучшилось вы не представляете мы купили лучшую в мире ауди просто лучшую мире ауди это оказалось бэхо ну так вышло да так или иначе дмитрий валентинович а я смотрю в этот времечко то зря не теряли у вас тут прям уфуфу все уже готово ну есть такой но еще не остыла железом подгорает да тут конечно мы сейчас делаем поярче я же ты самая переживаю так о красотища гофрочка подвесик еще один под какая красота вот ты доволен а еще не заводили поэтому довольны блестит да и погода на самом деле погода все нехорошие я вот футболочки да я на свои девяточки привозил что футболочку а ешьте family look целый привозил футболочка ну наверное даже забыл таки да ты маленький привез меня расхватали дети их и все эти большие привезу дети их тоже расхватаю я работать такой маечки буду а да господа дяди диме привезу но кому интересно на сайте bloggershop.ru лето уже да я на свои девяточки самое то тебе кстати тоже надо потом у тебя там что-то неправильно хочу запускаем да можно а лямбда зонды я во время дядя дим на бмв выхлоп сделаем да вот эту взяли туда торчит моточка а нет 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 а там нет то что мы взяли там с коробкой беда и завтра мы поедем в брео но я уже тоже не знаю что то да сужим завтра поедем в брау если инспектора пропустит потому что там борода какой-то контрактный мотор 1 2 3 короче много всего интересного и коробки автомату кранты офигенно когда ехал не быстро но я бы даже я бы даже даже дальше как тебе сказать я уж заказит я как ехал я никак не ехал я кружок по двору прокатился и все коробка буксу искал отличная . берем хорошая вещь надо брать японцы не надо что не надо а у же мой чего только нет на одну львик помыть помолю конечно какой замечательный двигатель на чистом японском меняйте грм раз в 100 тысяч километров в том-то беда видишь я из-за чего у меня он открылся на 140 слов у меня лобоуху но где поменял капот купил решил теперь больше не экспериментировать поставлю железный стоковый надо покрасить едешь лобоухе небеса как бы я больше таких приключений не хочется это правильно так себе и волосы появились вроде не падаешь свет забрал так ждем запуска пацаны мы купили бэху дядя дим мы будем делать на ней выхлоп коробку подвеску все говно мира сделаем японцы делают вещи добывает офигеть я не вижу что там происходит ну кстати долго целый день нержавейка долго да 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 нержавейка долго варить и так готовы ли вы можно запускай ой да так то огонь а нажми можно еще раз какой я старый а ты мне нравится а а а я не слышу заглуши помойку какие мото ёпта надо же так назвать как бы я что вы зайдете подожди я опущу вниз нормально а знаете у тебя что то отпало а а а это главный инструмент в тойоте называется пассажир какие модер즈 да 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 тю бодро я думаю будет громче очень даже хорошо а да можно еще чопик ставить что так вставить там и так он установлен нет а вы обратно ставили чем я там просто банка так сделан раз все семи шестая а банки труба идет 60 почему-то название видел каким-то и мото так и мудрили чуть не просто смысл в том что в этом выкупе еще и затычка я не знаю когда называется вот берется вот эта затычка флейта не называю затычки флейта воронка не знаю и можно сюда шпак и типа будет потише универсальная вещь автомобиль не на получилось неплохо дядя дим от лица независимый эксперту я уважаю вам благодарность сегодня мы с вами сделали очень хорошее дело я могу объяснить почему дело в том что вот есть шиномонтаж мастер-шин мы тут приезжаем регулярно из нас еще там ни разу жизни не взяли денег да где сбегаете все время нет один забалтан это другой не желаем и поэтому сегодня мы решили все-таки это отблагодарить чудно а где такой шиномонтаж где денег не берут а я ссылочку в описании оставлю как раз вот там будет выхлопград и ниже я думаю что ты теперь тоже можешь приезжать с тебя тоже денег не возьмут просто я не читаю описание я не знаю как это делать я такой пожалуйста перейдите в описании напишите дяде диме я не читаю зачем ты мне на ушки шепнешь потом просто долгим просто мастер-шин набрать в интернете все это как вы слабый гляд набираешь в интернете все а так мастер-шин а теперь реально где вам по городу и где да и к ней можно заправить надо брать да так вы по городу везде меняете или нет мы только на космонавтов логистически это на космонавтов да мне тоже тут на космонавтов рядышком я вижу я по глазам прочитал на что нажать-то что я могу сказать самокат ушел а там камера и не сказал вадик на радостях по всяком случае могу сказать одно мы сделали хорошее дело хорошая серия хорошее дело надо чтобы завтра еще повезло с бэхой чтобы все переоформилась и будет новый проект повезет спасибо дядя дима для нас пройдет день а для зрителей просто пшик или скажет губка боб the next day монтаж черт побери да да next day наступило утро и стали известны некоторые так сказать подробности все дело в том что оказывается машина снята с регистрации в двадцать первом году и соответственно володя купил ее у барыги у перекупа честного и чтобы нам сейчас все это оформить нам нужен как бы барыга перекуп договор паспорт ну короче все дела ну кто понимает процедуру тот понимает я те могу сказать словами классического произведения место встречи нельзя вот володенька если бы кто-то приехал ну не я какой-нибудь конченый было бы так володя володенька я же тебя рвать буду какой-нибудь покупатель но здесь как-то так сейчас ждем информации и будем предпринимать шаги действия это бмв по-другому не бывает значит пробили документы машина списана не в утиле а по договору купли-продажи значит мы сможем поставить и на учет плохие новости мы истекаем техническими жидкими системе с одной стороны это боевая то не страшно с другой стороны это коробка эта коробка конченая володя володенька уже если вы вот дальше ты к нашим подписчикам плохо относился я бы уже ушел с каждым разом не хочется уйти все быстрее быстрее и это правда ладно так тест драйв бмв звук такой от гуру как будто или ровно на самолете вот как можно автомобиль довести до хвост цене можно объяснить да да не к тебе вопросы к тебе вопрос зачем ты его купил как ты его купил причем я хочу еще раз показать этого замечательного человека когда мы приехали вчера своим прям по жести в ощущении ну да ладно а ты купил за 450 вложил 57 что изменилось но ушло проблема по собесам да там куча всего еще было просто которая сейчас сейчас этого не видно то есть поменяли прокладку поменяли термостат на кпп полностью за ним подшипно там целый список просто много чего а почему ты решила и продать да ну потому что давай давай так это очень больно конечно а знаешь сколько такого ездил вкладывается как бы больше нечего короче ты тот яркий представитель какого быха раздела вообще оставила без штанов но не то чтобы прямо раздела просто ну нет не вижу в рациональности единственное волонь но как бы понятно что это это первая машина твоя нет 2 а до этого что было у меня до этого была mazda bongo но это как микроавтобус так дизельные рабочие офигенный хочу продал я 6 новосибирска приехал о новосибу привет димитрию захарова привет так вот когда сюда переезжал там все продал я понял здесь решил рискать по-новому бмв все дела как раз таки вот у брата было это бмв 46 седан двойный от и мотор после этого влюбился в бмв ну потому что очень крутая она была хотя он ее образу 170 тоже сделал ее и как бы здесь хотел вот именно чтобы был универсал универсал круто да здесь комплектация огонь но по технике конечно валу тебя кинули прям максимально прям реально максимально кинули как-то и купили не понимаю но зато теперь у тебя есть свое техническое кладбище следующий раз когда ты будешь это делать ты делать так не будешь и это очень хорошо чтобы реально что мы у тебя и покупаем потому что при всем при том как это все происходит как машина снята с учета в двадцать первом году вот видишь вот сотрудники стоят тут они бы приняли у нас номера в архиве и все на забрали ну нет дачку бы не забрали забрали бы номера и как бы поехали бы переоформлять и вот мы сейчас едем если мы сейчас проходим площадку то есть инспектора сейчас смотрят номера кузов вот эти дела если мы проходим площадку все руки деньги на бочку как бы мы уезжаем и чинить но если выезжаем вместе пока все масло сейчас не вытянет не вытечет а масло там фигачи да она уже как бы не практически совсем но это бмв нравится нравится не очень можешь прям сейчас посмотреть можем на тебя оформить давай родной давай давай пошел ну потихонечку едет и фи момент слейте поздравляю тебя володенька поздравляю что я могу сказать в принципе чего и следовало ожидать так заканчивает жизни множество бмв сейчас мы были на площадке смывкой значит инспектора смывали вин смотрели вязан не вязана и результат сами знаете какой обошлось могу я сказать но могло и не обойтись могу сказать следующее что володя в этот раз как инспектора смотрели сидел на максимальной измене и это реально могло закончиться плохо с тачкой все хорошо погуб по документам чистая почему ее сняли с учета в 20 в 21 помада два года назад двадцать первом году короче она попала в дтп и соответственно кто-то ее продал для того чтобы ее отремонтировать но история на самом деле стара как мир а учитывая то что дальше барыги и перекупы как всегда мне кто-то звонить но это же не важно что барыги перекупы как всегда нечестны на руку переписывали 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 и не предупреждали о том что автомобиль снял с учетом вот володя в следующий раз когда купишь машину первую что ты делаешь ты едешь в гаи потому что вот эта история и с хозяином прошлом это тоже важно потому что эта история могла закончиться плохо но она закончилась хорошо и значит бэха поступает в проект через я обязательно отвечу но потом бэха поступает в проект поэтому 1 декабря как всегда мы сгружаем базу то есть это первый день зимы если кабрилет был первый день лета а бэха потому что на ней можно наваливать это же пушечка гоночка м54 ну коробку правда мертва из нее вытекает сейчас бы доехать до сервиса но я думаю что доедем все состоится с грузим базу и тачка достанется кому-то одному из вас поэтому подписывайтесь на бусте и не пропустите внимательно следите за правилами подписываться лучше прямо сейчас я тебя поздравляю ты хороший бизнесмен ты продал тачку выше рынка это чисто вот по-братски потому что она не стоит тех денег за которые мы и купили я тебе могу сказать искренне хотя вот там шнура ты посмотри там туринги начинается от 500 а как это нормальные а тут как бы надо поработать а нам контент а вам интересно его машина береги себя не совершай ошибок я благодарен за этот урок я прям рад что познакомился с вами лично всем зрителям желаю удачи и будьте внимательны ребята будьте думайте смотрите и слушайте грамотных людей ты тазанде из лейте ну наверно уже все понятно да радик я вас физически приветствую как ваш второй этаж строится это прекрасно я тут подшипничек нашел не пригодилась на фаня серега выруби пожалуйста уход свою эту самую вот смотрите в каких футболках надо ходить товарищи сделать надо тебе снова привести поскольку на бэхе кончилась коробка соответственно мы как нынче называетесь car life pro и ссылочки будут в описании именно там второй этаж для коробок стол 5 миллиметров слив потому что кого-то полы задра ломать и все в таком духе ничего страшного продолжать так или иначе давайте посмотрим что у нас осталось от бэхе костюня здравствуйте велики мини купер тоже в чем-то бмв да 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 примерно так ваши любимые коробки обожаю первый раз вижу его подъемники что здесь можно сказать ну в принципе все не так плохо как могло бы показаться есть конечно определенного рода недосказанности посещение необдуманных автосервисов здесь как еще не рвануло интересно причем многократные посещения мотору ничего ничего не буду говорить так подтеки здесь кстати даже все не так плохо весь мир на проволоке интересно датчик bs помененный здесь тоже помененный но почему-то не прикрученный да конечно реально весь мир на проволоке просто все на проволоке подушка не прикручена кронштейн вернее подушка не прикручен а у ляде надо пересобрать ладно пересоберем юбки на горловину бензобак это что тяжело прикрутить как здесь пластиковая просто сумасшествие дичь а теперь внимание привет и вот как раз хобот на автомат она ведь в сервисе была совсем недавно как у нас машины чинит можно мне объяснить надо посмотреть там же заказ наряд я хочу знать просто этих замечательных людей кто вот так делает ну даже просто какой-то пипец причем хозяин говорю что теплообменник меняли мы столько на бушный то есть вопросы надо это соединение на этих бмв причем это касается не только этот кузов а последующие там в частности 53 слетают эти быстросъемы поэтому использовали российский метод и болтик нашел ну ничего страшного намоленный найдем откуда он так ну что что будем делать я думаю что для начала попробуем посмотреть налить масло понять насколько все плачевно скорее всего будет все плачевно потому что масло отсутствовало в необходимом уровне новой коробки пытались ехать что большая вероятность ее сгубило сгорело фрикционный все дело если есть прицельный пробуксовки то он бесследно не проходит для коробки но она буксует только в путь нас на поэтому чтобы там не было для начала мы устраняем течь потому что порядок действий должен быть именно таким они после ремонта и соответственно уже скрываем коробку снимаем скрываем но это уже в следующей серии но я могу сказать регион бачкович нам надо сделать эту машину очень хорошо по той простой причине что 1 декабря наши подписчики на бусте примут решение и этот автомобиль заберут поэтому обязательно подписывайтесь все ссылочки я забыл как называется я забыл называется ваш сервис радик карлайф про что там есть сайт группа что там телега сайты группа все есть все ссылочки в описании все ссылочки будут в описании в следующей серии мы посвятим возбуждению этой замечательной бмw всем мир и добра удачи до новых встреч пока хорошая серия тойота починили ауди в лице бэхи нашли все хорошо всех обнял вот теперь стоит подписаться как минимум на канал пока ребят